Зухра Кипкеева молодая мама. Муж у нее работает, но все равно семье бывает необходима поддержка. Пару месяцев назад Зухра обратилась в местный собес, чтобы им помогли с покупкой бытовой техники и мебели. И в учреждении решили пойти навстречу, но не просто так, а следуя известной житейской мудрости. Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Дай человеку удочку, и он будет сыт всю жизнь. Девочки помогли мне выбрать категорию, которая мне нужна. То есть они мне помогли трудоустроиться. Помимо того, что я получила соцконтракт, после получения соцконтракта я принесла договор о том, что я устроилась на работу по их направлению. И помимо этого договора еще я три месяца буду получать по 10-950. Социальный контракт – это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с теми, чей доход по независимым от них причинам не достигает регионального прожиточного минимума. Государство обязуется оказать им помощь, в том числе определенные услуги, денежную выплату или необходимые товары. Получатели же в свою очередь должны пройти переобучение, трудоустроиться или развивать собственное дело, то есть встать на ноги. Я, в общем-то, обратился с проблемой, но немного нехватка денег. И мне, значит, не хватало средств, как сказать, обеспечить коммунальные услуги. Живу с племянником, средств не совсем хватает. Ну, было, что я где-то рассчитывался, где-то нет. В последнее время я не смог, то есть набралась большая сумма – 65 тысяч. И вот мне помогли. В отличие от выплаты пособий, цель социального контракта – помочь нуждающимся перейти на самообеспечение. Его главная особенность в том, что выплаты могут использоваться только по целевому назначению. Для подтверждения необходимо предоставить товарные и кассовые чеки, договор купли-продажи, расписки и другие формы отчетности. Основные принципы назначения выплаты государственной социальной помощи – это, первое, добровольность участия. То есть человек сам приходит, заявляет, пишет заявление и этим самым показывает добровольность участия в этой программе. С нашей стороны индивидуальный подход при назначении, при определении условий этой семьи, чтобы как лучше им попасть в эту программу. Социальный контракт предоставляется по четырем направлениям – поиск работы, индивидуальное предпринимательство, ведение личного подсобного хозяйства или иных мероприятий, направленных на выход из трудной жизненной ситуации. А заявление можно подать в Управление социальной защиты населения, по месту жительства или через МФЦ.